Что же такое выгорание? Выгорание – это состояние хронического стресса, когда вас уже не радует ни ваша работа, ни даже зарплата, которая капает, ни те процессы, которыми вы были воодушевлены когда-то. Вообще ничего вас не радует. То есть вас придавило рутиной, вас придавило той текучкой, той скукой, стрессом. Возможно, большой, большей ответственностью, нежели вы готовы принять. И, конечно же, часто люди, которые делают карьеру, не оставляют себе время на передышки и не оставляют зазор в выполнении следующих задач для того, чтобы предотвратить какой-то форс-мажор. То есть не предусматривают вот это время, временной лаг для того, чтобы можно было завершить все задачи вовремя. В результате задачи наслаиваются одна на другую, идут постоянные срывы дедлайнов, которые вы сами себе назначили. И, естественно, растет недовольство партнеров, недовольство коллег и недовольство руководителей. И все это давит на вас, как на человека ответственного. Соответственно, выгорание прежде всего настигает тех, кто ответственно относится к своей работе. Выгорание может негативно отразиться не только на ваших производственных успехах, но и на личной жизни. Потому что, находясь в стрессе, конечно же, любая мелочь может вас поддеть так, что взрыв неминуем. Но и на физический уровень выгорание тоже может перейти, потому что нет ничего хуже, чем находиться в постоянном эмоциональном напряжении. Как же определить, есть ли у вас эмоциональное выгорание? Ну, как психолог я хочу сказать, что симптомы эмоционального выгорания и дебют депрессии очень похожи. Единственное, что вы можете вывернуться из выгорания, но депрессия – это все-таки не вот эта инстаграммная радость. Ах, у меня сегодня депрессия. Нет, это совершенно не так. Депрессия – это серьезное заболевание. Симптоматика очень похожа. Вот то, что сейчас я предложу, попробуйте использовать для самоанализа. Но лучше, конечно, обратиться к психологу, если вы чувствуете, что вы не вывозите. Тогда мы сможем продиагностировать и понять все-таки, что же у вас сейчас есть. Либо это начальная стадия депрессии, и тогда действительно нужно проработать ситуацию. Либо же это выгорание. И тогда нужно просто, возможно, с помощью руководителя, либо с помощью коллег, либо с помощью, опять же, бизнес-психолога решить свою проблему, как-то разгрести свои дела. Ну, то есть понять, что же вас держит на этой работе, что же вас воодушевляет на этой работе, а что стоит, ну, как бы, отодвинуть. То есть, если вас интересует именно развитие карьерное, профессиональное, не стесняйтесь обращаться ко мне. Ссылка на чат-бот, через который можно записаться, будет в описании. Итак, первый признак выгорания. Это постоянная усталость, это постоянное чувство слабости. Ну, это понятное дело, когда на вас постоянно давят со всех сторон задачи. Вы понимаете, что одна задача не успела закончиться, началась другая. Сложно не устать, находясь постоянно в такой беготне. Обратите внимание, посмотрите, как много вы перерабатываете после окончания рабочего дня. Сколько времени вы уделяете работе в нерабочее время. Проверьте себя. Второй яркий признак. У вас снижается иммунитет. У вас часто возникает головная боль, у вас возникает мышечная боль. Вроде бы не простыли, а такое чувство, что вот все зажало. И головная боль возникает вроде бы как из ниоткуда. Сам организм кричит, полежи, отдохни. Третий признак – это повышенная раздражительность и появление профессионального цинизма. То есть, вас может выбесить уже любая мелочь. И к людям, с которыми вы работаете, вы уже относитесь холодно, цинично. То есть, ах, все пройдет. И это тоже. Обратите внимание на свою реакцию. Обратите внимание на то, как изменилось ваше отношение к людям и окружающим, с которыми вы начинали работать. Посмотрите, какие изменения произошли за последние полгода, год. Четвертый признак выгорания – это снижение самооценки. Вот как только вы обратили внимание, что вроде бы вы только что бегали и были довольны собой, и вдруг начинается у вас самообичевание. Вы и день не так все сделали. Вам никто об этом не говорит. Вы сами себя так чувствуете. И два, и неделю, и месяц вы постоянно занимаетесь самообичеванием. Вы постоянно чувствуете себя непрофессионалом. Вы постоянно не доверяете сами себе и не считаете, что вы сможете выполнить те задачи, которые вам поручает руководитель, либо коллеги из кросс-функциональных подразделений. Ну и самый яркий признак того, что вы выгораете – это потеря смысла, потеря целей. То есть вы уже не понимаете, зачем вы ходите на эту работу. Вы уже не понимаете, зачем вы волочите это все на себе. Вы не понимаете, зачем вам это нужно. Зачем эта компания делает тот или иной процесс. То есть вы не верите, что то, что вы делаете, как часть большого механизма, действительно приносит пользу всей организации. И вы уже не видите, что организация действительно приносит пользу обществу. Это важный сигнал того, что вы выгораете. Если вы заметили у себя один или несколько симптомов, вы явно находитесь на этапе выгорания, ну или близки к нему. Что же делать, если вы чувствуете, что вы выгорели? Ну, сидеть сложа лапки – это, конечно, совершенно не вариант. В случае, если вы выгорели, нужно однозначно предпринимать активные действия. Вот вам несколько практических советов, которые вам помогут преодолеть это состояние. Ну, прежде всего, для того, чтобы начать бороться, нужно признать, что ты находишься сейчас в состоянии выгорания. Что тебе действительно тяжело, что тебя ситуация придавила, что ты устал от всего, что происходит. Первый шаг – это признать проблему. Когда вы уже признали проблему, обратитесь за помощью. Не стесняйтесь обратиться к близкому человеку. Поговорите со своим руководителем, если у вас доверительное отношение, и вы можете высказать всю проблему напрямую. Ну, или обратитесь к бизнес-психологу, который поможет вам разобраться в ситуации, который сможет вам помочь проговорить все, что происходит вокруг вас, оценить все процессы, в которые вы вовлечены, понять долю вашего участия и подсказать вам, что же делать в этой ситуации. Проговорите вместе с профессионалом, либо с близким человеком, варианты, как можно действовать, чтобы снизить вашу профессиональную нагрузку, либо поменять профиль своей деятельности. Третий шаг – не забывайте уделять время своему развитию и уходу за собой. Один из признаков профессионального выгорания и эмоционального выгорания. Да, любого психического заболевания, когда человек перестает за собой ухаживать, не надо идти этим путем, займитесь собой. Сходите к косметологу, поменяйте прическу, сходите на массаж, проведите день в спа, займитесь собой. На следующем этапе хорошо восстановить и начать развивать свои социальные связи. Социальные связи, именно слабые связи, не семейные, а вот дружеские, коллеги, возможно, с прошлой работы, случайные попутчики, люди, с которыми вы отдыхали на море – это все наши слабые связи. Развивайте эти связи, общайтесь с людьми. Люди – социальные животные, и нам действительно комфортно общаться. Даже для тех, кто не любит общение, хотя бы иногда небольшая переписка дает действительно большой прилив эмоций, позитивных эмоций и воодушевляет тебя, то есть дает понять, что ты часть общества, что ты нужный и интересный человек. И самый важный шаг, финальный – пересмотрите и перевзвесьте свои ценности и свои цели. Возможно, вы выгорели на этой работе, потому что вы уже достигли всего, что только возможно. Тогда стоит посмотреть на кросс-функциональное подразделение, стоит посмотреть, возможно, на смену вида деятельности, либо стоит пойти на профессиональную переподготовку и на повышение квалификаций, чтобы взять большую ответственность на себя, большие проекты, то есть развиваться и идти дальше, ставить перед собой более глобальные цели и найти новый интерес и новый смысл в работе. Ну и самое важное. Выгорание, конечно, это серьезная проблема, которая требует ответственного решения и привлечения либо друзей, либо профессионалов. Но одновременно выгорание – это такой мощный сигнал, который дает вам понять, что это поворотный момент. Возможно, это тот самый знак, который вы просили, чтобы сменить что-то в своей жизни, начать что-то новое. Посмотрите на выгорание именно как на точку, на которой вы сможете оценить все, что происходит вокруг вас, взвесить свои цели, желания и интересы. Ну и, возможно, найти новые. А я напоминаю, что у нас продолжается месяц борьбы с выгоранием. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайки, чтобы получить больше информации о том, как не вляпаться в эту проблему. А если уже вляпались, как из нее выбраться. Простым языком я постараюсь рассказать вам о том, как бороться с выгоранием. На этом все. Увидимся!